Позвольте приветствовать вас в качестве председательства США на очередном заседании Совета глав государств. Менее трех месяцев остается до завершения Беларуси своей ответственной почетной миссии председательства в органах Содружества независимых государств. В течение года белорусская сторона последовательно реализует положение концепции и мероприятия плана председательства. Мы адаптируем их выполнение к новым реалиям, а также уделяем особое внимание воплощению в жизнь инициатив стран-участниц. Делаем настолько, насколько это возможно. С этим знакомы все главы государств. Важное значение придается вопросам развития общего экономического пространства, расширения и повышения эффективности взаимной торговли. Ведется работа по соглашению о свободной торговле услугами, сокращению до минимума ограничений и изъятий из режима свободной торговли товарами, а также по вопросам устранения технических барьеров, унификации правил и процедур государственных закупок. Основные усилия культурно-гуманитарной сферы были направлены на дальнейшее развитие сотрудничества и совершенствование организационно-правовых основ молодежной политики, культуры, науки, образования, здравоохранения, спорта, туризма, труда и социальной защиты. Как видите, сфера деятельности СНГ весьма обширная. Мы продолжили работу по минимизации распространения коронавирусной инфекции и ее последствий. Уважаемые коллеги, по сложившейся традиции в юбилейный для СНГ год мы приняли соответствующее заявление глав государства. Рабочие документы нашего заседания касаются таких важных тем, как развитие сотрудничества в области обеспечения биологической безопасности, сферах миграции, защиты избирательных прав граждан и гарантии электорального суверенитета стран СНГ. Требованием сегодняшнего дня полностью отвечает обновленный договор о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространении оружия массового уничтожения. О повышении эффективности судебной системы СНГ мы говорим почти столько, сколько существует само СНГ. На решение функций и возможностей судебной системы с учетом современных реалий направлен проект соглашения об образовании Совета председателей Верховных Высших Судов стран СНГ. Нам также необходимо принять традиционное решение об определении культурной столицы СНГ в будущем году. Дорогие друзья, Беларусь была и остается активным участником региональных интеграционных объединений, и сегодня мы еще раз это подтверждаем. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность Республики Узбекистан, Республики Казахстан, а также благодарю все страны СНГ за оказанное содействие в выполнении функции председательства. Я уверен, что совместными усилиями мы до конца года выполним намеченное мероприятие на благо наших стран и народов. Сегодняшнее же заседание является знаковым для Беларуси и всех стран Содружества. Оно проходит накануне 30-летия СНГ. Существуют разные точки зрения о прекращении существования Советского Союза, а если точнее, то его принудительного развала. Мое отрицательное отношение к этим событиям всем хорошо известно, не стану повторяться. Но надо сказать, что в той критической ситуации создание такого интеграционного, можно сказать, купола, укрывшего бывшие союзные республики от хаоса и экономического коллапса, было, скорее всего, решением верным. За три десятилетия Содружество прошло непростой путь становления и стало признанным международным сообществом региональной организацией. Универсальность, добровольность, равноправие, основополагающие принципы, которые способствовали сдерживанию многих разрушительных процессов, помогли стабилизации экономик, сохранению торговых связей между нашими странами. По сложившейся традиции в юбилейный год предполагается принятие соответствующего заявления глав государств Содружества. В представленном нам проекте подведены итоги 30-летней деятельности организации, определены задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества, адаптации СНГ к нынешним реалиям, противодействуя современным вызовам и угрозам. Продолжение следует...